Что вы думаете по поводу выборов в Америке и их влияния на остальной мир? Соединенные Штаты Америки заняли лидирующее положение в мире не только в военном и политическом отношении. Если в Америке носят синие брюки, половина мира, даже не знаю почему, также начинают носить синие брюки. Если вы начнете носить драные штаны, полмира будут ходить в драных штанах. Я с большим интересом наблюдаю за этим. Сейчас весь мир смотрит на вас. Разве не важно, чтобы мы исправляли себя и подавали правильный пример миру? Сегодня, во всем мире, для многих молодых людей Америка означает свободно распространяемый алкоголь, Америка означает наркотики на улице, Америка означает фривольную жизнь, Америка означает войну. Мы должны это изменить. Америка должна означать здоровый образ жизни, радостную жизнь, ответственное поведение. Америка должна означать прекрасную жизнь. Участие в демократическом процессе — это не политика. Это фундаментальная обязанность гражданина страны. Демократия. На индийских языках, например, на тамильском, звучит как джинанайкам, что означает «руководство народа». Что ж, в этой стране вам сказали «правление народа для народа» или как там? Да, это руководящая роль народа. Мы не избираем одного человека. Мы просим одного человека представлять наши интересы. Да? Сейчас мир находится в уникальной ситуации. Было время, когда мы выработали менталитет, который я вижу повсюду в этой стране. Мы выработали такой менталитет, вероятно, в 60-е и 70-е годы, в период Холодной войны. Он состоит в том, что мы должны подозрительно относиться ко всем. Мы должны доминировать над всеми, должны контролировать всех. Вы живете в прошлом. Те дни прошли. Нам нужно руководство, которое думает о будущем, а не тянет за собой менталитет с кладбищ прошлого. Было время, когда на планете было две большие пушки. Они очень подозрительно относились друг к другу, кто выстрелит первым. Теперь одна пушка развалилась на части. Пришло время. Настало время привести мир к новому, дальновидному образу жизни. Спросите любого человека на планете. Чего вы хотите? Есть то, чего хотят все. Все хотят благополучия. Все хотят возможностей. Никто не хочет войны. Никто не хочет бедности. Никто не хочет эксплуатации. Но мы все еще смотрим на мир так. Особенно на лидерство в Америке. Вы, как граждане этой страны, не должны думать, кто лучше, кто хуже. Дела не в этом. Кем бы они ни были, они должны делать то, что вы хотите. Нам все равно, кто они. Они должны делать то, что вы хотите, как граждане этой страны. Сейчас, вместо того, чтобы думать, за кого я должен голосовать, почему бы всем вам... Сегодня у нас есть средства массовой информации и средства общения, через которые вы можете связаться с ними, что было невозможно в прошлом. Почему бы вам не сделать так, чтобы в следующие четыре года, чтобы те, кто бы не управлял этой страной, не открывали еще один театр военных действий? Почему бы вам не получить это обязательство от тех, кто хочет быть избранным? Поверьте, когда они хотят быть избранными, они готовы брать на себя обязательства. Что будет позже, мы не знаем. Но сейчас в любой стране это так. Лучшее время для общения с политиками — это предвыборный период. Мы должны сделать это. Мы должны изменить наш образ мышления. Мир меняется. Но менталитет лидеров не меняется, причем везде, не в какой-то одной стране. Но лидерство Америки важно не только для Соединенных Штатов Америки, но и для всего мира. Если вы не знаете, вы должны это видеть. Например, в Индии. Я путешествую везде и вижу, особенно в Индии, люди смотрят на выборы в Америке так, как будто это их выборы. Для них это ни черта не значит, но они смотрят на выборы в Америке так, как будто это выборы в их стране. С таким интересом и участием. Когда есть такое влияние, пришло время вести себя определенным образом. Чтобы стать примером, мы должны отказаться от идей завоевания и господства. Вместо того, чтобы попытаться кого-то завоевать, лучше кого-нибудь принять. Говорю вам, сегодня эта нация стала достаточно большой, достаточно широкой, чтобы принять весь мир. Но наши сердца не стали достаточно большими, чтобы принять весь мир. Например, когда я говорю «принять мир», мне сказали, что за последние 12-15 лет США потратили где-то 1,2 триллиона долларов на войну. Около миллиона человек погибло. Две или три страны сейчас в руинах. Может быть, они пришли туда с добрыми намерениями. Но результат такой, верно? Не имеет значения. Я пытался сделать для тебя что-то хорошее, но все, что случилось, это то, что ты оказался раздавлен. Но все же мы можем с этим что-то сделать, не так ли? Допустим, я ехал в пределах допустимой скорости. Я вел машину правильно, но вы каким-то образом оказались у меня на пути, и я вас сбил. Разве мне не стоит выйти из машины и посмотреть, чем я могу помочь? Я говорю, что вместо того, чтобы посылать 100-150 тысяч солдат и тратить миллиарды долларов, вы можете дать образование каждому ребенку на Ближнем Востоке всего на 10% от этих расходов. Вы можете накормить каждого ребенка на Ближнем Востоке, вы можете обучить их. Если вы пришлете своих врачей, своих инженеров, своих бизнес-экспертов, бизнес Америки будет процветать. И мир будет любить Америку. Просто посмотрите на это. Предположим, что Соединенные Штаты Америки берут на себя образование каждого ребенка, не только на Ближнем Востоке, но и в любой другой стране, где люди не в состоянии сделать это сами. Потому что это ничего не стоит, говорю вам. За 10 долларов в месяц вы можете обеспечить пропитание ребенка. Понимаете? Дроны, ракеты, бомбы обходятся вам в миллиарды, не так ли? Вместо этого вы можете сделать мир своим. Вы можете сделать кого-то своим, либо сидя у него на голове, либо просто приняв его в свой мир, не так ли? Никогда раньше не было такой возможности. Это уникальное время, потому что сегодня одна нация находится в таком положении, когда она может это сделать. У них есть необходимая экономика, необходимая сила. Использование военной силы может быть снижено всего лишь до 2% от того, что есть сейчас. И быть использовано избирательно и исключительно там, где невозможно что-то исправить. Но все остальное можно исправить. Важно, чтобы Америка перешла от попыток доминировать в мире к принятию мира. Если бы вы обучили половину детей во всем мире, вы могли бы выбрать лучших. Вы можете выбрать лучших и попросить их приехать в вашу страну. Вы боитесь того, чего не нужно бояться. Вы теряете огромную возможность. Когда вы сидите на платформе лидерства, вместо того, чтобы использовать ее разумным образом, вы зарабатываете ненависть всех людей на планете. Люди смотрят на вас, как на эксплуататоров. Почему они не смотрят на вас, как на учителей? Почему они не смотрят на вас, как на людей, которые дают им навыки, а смотрят на вас, как на убийц? Вы должны передавать миру навыки. Если вы обучите мир, у вас появятся возможности. У американского бизнеса есть огромные возможности, если он вместе с правительством США начнет что-то делать. Вы можете потратить всего 10% от сумм, которую вы тратите на армию, на то, чтобы делать вещи в мире, в результате которых мир станет вашим из любви и участия, из благодарности, а не в результате завоевания. Потому что завоевания не работают. Что ж, мы поняли, что неважно, что вы делаете, один псих с ядерной бомбой может с вами сделать много чего. Вместо того, чтобы жить в страхе, мы можем жить, зарабатывая благодарность и любовь людей. Это очень даже возможно. Это не какая-то наивная идея. Я говорю упрощенно. Я это обдумал, я расписал, как это можно сделать. Просто в некоторых местах есть недоверие. Вы можете на время их оставить. Возьмите подходящие страны и скажите, Америка готова дать образование каждому ребенку, накормить каждого ребенка на планете, который в этом нуждается. Поверьте, через 5-10 лет весь мир будет смотреть на Америку почтительно. Вот что вы можете спросить у своего руководства. Кто готов это сделать? Вопрос не в том, изберете вы этого человека или того человека, а в том, готовы ли они взять на себя обязательства, что мы не откроем еще один театр военных действий. Есть другие способы решения проблем. Потому что даже если вы войдете со своим оружием с добрыми намерениями, результат не будет хорош ни для вас, ни для кого-либо. Все просто будет продолжаться. Я говорю, что с опытом бизнеса, технологий, инженерии и школ, которые вы построили, вы можете строить также по всему миру и делать на этом бизнес. Не все это благотворительность. Вы не должны просто дарить. Сегодня бизнес не означает, что я потратил 10 долларов и должен получить 15 или 20 долларов в следующем месяце. Давайте оставим эту недальновидную чушь. Если мы развиваем человечество с определенными навыками, талантом и благодарностью, в будущем создается нация, не так ли? Если все, кто обладает лучшими талантами, хотят приехать в Соединенные Штаты, а именно так и выросла эта страна, это должно продолжаться. Вам не нужно этого ждать. Вы не ждете, пока в этих бедных странах разовьются таланты, чтобы их украсть. Вы идете туда и развиваете таланты. Почему вы не можете поехать туда и развивать таланты? Я не вижу, чтобы один американец был похож на другого. Очевидно, что вы приехали из самых разных уголков мира. Мы все еще можем это продолжить. И не только это. Приходит время, когда в будущем национальные границы не будут иметь большого значения, потому что люди общаются через границы. Технологии объединили нации. Границы ничего не значат. Границы, построенные нами в прошлом, ничего не значат. Я хочу, чтобы вы поняли, когда-то, когда короли правили этими разными маленькими странами, они всегда строили большие крепости. Почему крепости внезапно потеряли актуальность? Потому что мы начали летать. Когда люди не умели летать, крепость означала безопасность. Но как только они начали летать, крепость стала неразумной вещью, потому что они все равно прилетят и будут бомбить вас, и вы окажетесь в ловушке. То же самое сегодня. Национальные границы ничего не будут значить в будущем, потому что у нас есть технологии, с помощью которых люди общаются повсюду. Теперь вы пытаетесь создать киберстены. Нужны не киберстены. Мы должны использовать наш мозг, чтобы соединиться с остальным миром и сделать мир нашим, не завоеванием, а любовью включением, объятием. Пожалуйста, спросите своих лидеров, могут ли они это сделать. Прежде всего, не нужно открывать новые театры военных действий. Мы видим это на собственном опыте, а не читаем книгу по истории. Произошла Первая мировая война, случилась Вторая мировая война, многие миллионы людей погибли. Любой здравомыслящий человек... Я всегда задавался вопросом, как люди позволили этому случиться в то время? Не один или два. Тридцать миллионов человек. Пятьдесят миллионов человек умирают, как они позволили этому случиться? Но что ж это происходит и в наше время? Да? Это происходит в наше время, в 21 веке. Не пора ли? Когда приходит время голосовать, это значит вот что. Вы голосуете либо за благополучие мира, либо из страха. Так что вопрос не в том, кого вы изберете. Вы можете выбрать, кого хотите. Прежде всего, демократия является функциональной демократией только когда вы не ведете себя как племя. Когда я говорю, не ведете себя как племя, я поражен. Я просто слышу, в каком ключе об этом говорят по новостным каналам. Вы либо демократ, либо республиканец. Вы уже решили без всяких размышлений. Демократия будет демократией только тогда, когда это будет взвешенное голосование, а не когда это будет идеяное голосование. Вы заранее подчинились идеологии. Это означает, что вы возвращаетесь к временам жизни в племени. Вы возвращаетесь к феодальному образу жизни через демократический процесс. Успешный демократический процесс означает, что всего за день до выборов, в виде, что они обещают, вы думаете, сделают они это или нет. Вы должны принять решение как личность, а не как демократ, не как республиканец. Это означает, что вы разрушаете демократию и возвращаетесь к племенным способам функционирования. В любом случае, я такой. Я буду голосовать за этих. Нет. Это должно быть взвешенное голосование. Оно никогда не должно быть идеологизированным. И все, кто баллотируется на выборах, должны знать, что это взвешенное голосование. Люди собираются принять взвешенное решение. Это не идеологизированное голосование. Есть синие штаты, красные штаты. Я удивлен. Не должно быть ни синих, ни красных, пока не придет день голосования. Да? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok